Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на очередном нашем объекте, на котором мы в данный момент делаем реконструкцию крыши. На этом объекте мы уже выполняли работы. Вот этот вот дом сейчас вот обшит фиброцементным сайдингом кедрал. Это деревянный дом, брус 150х150, который мы сделали утеплением минераловатным утеплителем 100 мм и обшили. Сейчас давайте перевернем. Фиброцементный сайдинг кедрал цвет C32. Теперь у нас задача сделать реконструкцию крыши, сделать полностью переутепление ее, потому что крыша холодная, не очень качественно утеплена. Не очень здесь качественные гидроизоляционные слои, пароизоляция, гидроизоляция была. Вот сейчас мы это все переутеплим. Залезу на крышу, покажу вам некоторые нюансы и в дальнейшем будем монтировать здесь модульную металлочерепицу аквасистом. Сейчас полез на крышу. Итак, первый этап у нас. Это монтаж пароизоляционной пленки. Здесь мы используем специальную пароизоляционную пленку, называется она Десатоп. Видите, вот такая вот зеленая. Это пароизоляция с переменной паропроницаемостью, которую можно огибать вот так вот с тропила. Обычную пароизоляционную пленку использовать для такого способа нельзя. Если мы говорим про обычную пароизоляцию, то наверняка вы видели в наших видеороликах, когда мы делаем корыто и приклеиваем ее вот в этих местах. Так как это специальная пароизоляция, у которой меняется паропроницаемость, здесь у нас пар не проходит. Вот в этом месте здесь у нас пар проходит, поэтому стропильная система у нас не сгниет. Вот если бы мы по такому способу использовали обычную пароизоляционную пленку, так как у нас есть негерметичное место между, если вот так посмотреть, пароизоляцией и, соответственно, стропиленной, да, у нас здесь бы проходил воздух, он бы заходил сюда, а здесь у нас непонятное место. Но за счет того, что здесь у этого материала поменяется паропроницаемость, в целом эта конструкция выпустит пар, да, и здесь не будет происходить никакого гниения. Это, с моей точки зрения, когда мы делаем реконструкцию, вот этот способ, это как бы такой идеальный вариант. Дальше мы обязательно пароизоляцию должны прижать чем-то. В данном случае мы используем арголит, прибываем его просто на скобы, нам нужно сформировать здесь вот угол 90 градусов, чтобы не было никаких, ну, таких вот, каких-то мешков там слишком больших. Поэтому вот со всех сторон, вы видите, справа с левой стороны у нас идет вот такой вот арголит, чисто для формирования острого угла 90 градусов. Там вот, если посмотрите, видите, мы нашли дополнительную доску для того, чтобы пароизоляционная пленка у нас не висела в воздухе, и потом утеплитель на это место не давил. Обязательно проклеиваем пароизоляционную пленку специальной лентой. В данном случае это у нас дельта-мультибанд. Все стыки мы проклеиваем обязательно, чтобы у нас конструкция была максимально герметичной. И в карнизном свете, как вы видите, тоже все у нас проклеено. После этого мы сразу выкладываем утеплитель между стропил. Как я говорил уже, вот утеплитель сразу идет толщиной 200 миллиметров. Поперек утеплителя мы накрышиваем брусок 50 на 50 для контур-утепления. В общей сложности у нас здесь контур-утепление будет 100 миллиметров. Шаг вот этого, вот этой обрешетки у нас 300 миллиметров. Когда мы будем делать второе контур-утепление, у нас брусок будет закручиваться в 9 мест. То есть это очень надежно. То есть у нас сверху будет контур-утепление 100 миллиметров. Вот этот брусок уберем. Здесь мы делали утепление фасада 100 миллиметров. Мы соединим два контура утепления между собой и то же самое там. Вот видите, там вот видно утеплитель торчит. Давайте поближе покажу. Вот там торчит утеплитель. Вот этот утеплитель фасадный мы будем соединять с утеплителем крови. То есть это максимально энергоэффективно у нас получится. Вот такая вот небольшая реконструкция крыши двухскатная. Она у нас первый этап. Это монтаж пароизоляционной пленки и утепление. В дальнейшем будем монтировать мембрану, кондовую шаговую обрешетку и модульную металлочерепицу. Будем показывать вам уже это непосредственно в своих публикациях.